И еще одна история успеха прозвучит от директора компании «Марк» и популярного блогера Александра Ермолаева. Позвольте аплодисменты. Добрый день. Я хотел бы рассказать в общем-то в продолжении и во много в повторении слов Марата про... Ох, чуть-чуть текст съехал, ну ничего страшного. Про историю, про то, как пересекаются люди, компании, коллективы. Все это является неотъемлемой частью вашей жизни. Все это так или иначе будет вас касаться. В первую очередь... О, а кнопочки, да. Кнопочки, как же листать? Что-то у меня рук не хватает, да? Видите, сразу проблема, рук не хватает, все кнопки нажимать. Окей, не буду читать на телефоне презентацию, буду смотреть на экран. Итак, значит, по дороге разочарования я неслучайно назвал презентацию именно таким образом. Так, а куда светить? Пардон. Оно не хочет листаться. Оно включено? Включено. Секунду. А где? А страницы? В какую сторону светить, господа? Все включено, ничего не листается. Может, я тогда рукой буду махать? О, получилось. Итак, по дороге разочарования, наверное, все слышали эту песню, наверное, все знают, чем она, следующую строчку, следующую часть этой фразы. Тем не менее, давайте начнем с грустного. Начнем с проблем, почему эти проблемы так нужны, почему они так важны, и что с ним вообще делать. Я сюда привел табличку, она, в принципе, взята из книжек. Если кому интересно, может ее найти. Я не хотел бы на ней глубоко заостряться. Но смысл примерно в том, что любая компания, любой коллектив переживает сначала взлет, потом падение. То есть сначала все хорошо, масса идей, масса возможностей. Потом начинается, собственно говоря, огромное расширение, масштабы. Ну, все здорово, да? Но, к сожалению, потом всегда наступает период, когда компания выходит сначала в состоянии некой стабильности, ну, а потом неизбежна стагнация. По сути, вот этот вот цикл жизни, он присущ, в принципе, для всех. Но вы знаете, сейчас очень модно говорить о стратегиях непрерывного развития. То есть когда все остается по-прежнему хорошо, и из всех этих кризисов вы всегда находите правильный выход. В общем-то, да. В общем, такие стратегии есть. Надо четко понимать, что, в общем, все они работают далеко не всегда. А что же, собственно говоря, происходит, когда вот что-то не получается? В данном случае хотел бы я рассказать следующую историю. Вот смотрите. Очень часто люди делают, ну, не то чтобы открытие, люди меняют свою жизнь ровно из-за того, что у них случилась какая-то проблема. Это совершенно нормальное состояние. А вот теперь представьте, а если проблем не случается? То, как правило, у человека постепенно теряется мотивация. К сожалению, ну вот про это, собственно, и Марат говорил, да, то есть всегда, когда у вас уже почти все есть, или вот вы довольны, вам уже хорошо, вот этот соблазн ничего не делать, он достаточно силен. Тем не менее, кризисы неизбежны, даже когда вы ничего не делаете, вы все равно будете впадать в кризис. То есть как минимум в кризисы возрастные, да, а как максимум в кризисы общественные, какие-то макроэкономические или те же самые кризисы компаний, да. То есть, ну, кризисы неизбежны, никуда вы от них не денетесь. Так вот, из кризиса есть два выхода. Обычно на картинках рисуют один выход вверх, ну, тут все понятно, окей, непрерывное развитие. А второй выход обычно рисуют вниз. Но вот дело в том, что вот этот вниз, я с этим немножко не согласен. На самом деле вниз никто не уходит. На самом деле все остаются на том же самом круге и проходят его заново. Я, наверное, не буду вдаваться глубоко в эволюционную теорию, да, то есть это уж слишком философский вопрос о том, что развитие происходит скачкообразно, да. Но совершенно нормальная ситуация, когда человек остается на том же самом круге развития и повторяет все то же самое по новой. Это очень удобно. Он знает, что будет дальше, что будет завтра, ему не надо думать о будущем. Он уже был в этом будущем один раз и знает, что если он это сделает, то оно вот повторится снова и снова. И, в общем-то, люди любят стабильность, как вы знаете, да. Нормальная тема, она широко поддерживается людьми. Так вот, соблазн ничего не делать, он крайне велик. И я хотел бы привести цитату Сергея Петровича Капицы из его книги. Мы живем в парадоксальном мире. Даже там, где путь ясен и понятны необходимые шаги, их вполне можно не делать. На сегодняшний день это именно так. На сегодняшний день общество производит настолько много ресурсов, что, в общем-то, их уже слишком много. Но это не кризис перепроизводства, такой проблемы нет. Это просто возможность человеку жить, например, на те же самые пособия, да. То есть ничего не делать, а просто получать пособия, этого достаточно для того, чтобы жить. Вот эта проблема, на самом деле, довольно серьезная. И если вы хотите развиваться, если вы хотите двигаться дальше, вы должны четко понимать, что если вы не сделаете шаг, то вы останетесь на том же самом круге. И ничего у вас… Упс, можно поменять страничку? И ничего… Да, пожалуйста. И ничего у вас не поменяется. Через 2 минуты будет работать. Через 2 минуты? Отлично. Значит, друзья и враги. То есть, как вы понимаете, что человеку нужны и друзья, и враги. Это неотъемлемая часть, опять же, того же самого развития. Может быть, я говорю слишком простые, прописные истины, но, тем не менее, это очень важно понимать следующее. Вот когда вы живете и работаете в любой компании, в любом коллективе, как правило, есть три компонента успеха. Ну, такие вот достаточно сильно выраженные. На самом деле, их может быть и больше, но принципиально обычно говорят о трех. То есть, это успех личности. Ну, то есть, у человека все хорошо, человек считает, я молодец, у меня все получилось, или наоборот, все плохо. Соответственно, да, понятно. Там, где плюс, там и минус. Он неизбежен, это две части одного целого. Соответственно, то же самое относится к коллективам, то есть, к небольшим группам людей, которые чем-то объединены, которые общаются между собой. Эти коллективы могут складываться, распадаться и так далее. Тоже понятно. И то же самое есть у компаний. Так вот, циклы вот эти вот, вот эта вот периодичность кризисов во всех этих трех компонентах, она разная. И, например, в компании может быть все хорошо, а человеку может быть очень плохо. Вот такая ситуация бывает. И этот кризис очень часто выливается в довольно неприятные последствия. И люди очень часто, ну, не то, что впадают в отчаяние, а люди пытаются что-то поменять очень радикально, не понимая, что, в принципе, все это часть одного процесса. И, в принципе, иногда, ну, основное, если, грубо говоря, вам стало плохо, вот вы видите этот кризис, на самом деле самое главное подумать, окей, это же отличное время для того, чтобы подумать и сделать следующий шаг. На самом деле это так. Если вы являетесь лидером, вы этот шаг делаете. Если вы сторонник стабильности, ну, окей, рассосется само. Можно ничего не делать, вы не умрете. Наверняка, я надеюсь. Так вот, из-за интересных вещей очень важно понимать следующее. Очень много говорится о том, что наш мир развивается все время быстрее и быстрее. Буквально вчера мы с женой обсуждали такую интересную вещь. Значит, в свое время детей учили рисованию и пропорции, ну, грубо говоря, геометрии, да, как там правильно нарисовать куб с перспективой, так что у него какие грани видны, какие не видны. А раньше детей этому учили примерно в третьем-четвертом классе школы, да, то есть это было буквально лет, ну, 10-15 назад. На сегодняшний день этому учат требования экзаменов при поступлении в школу. Представляете, насколько поменялся мир? Насколько поменялись требования к человеку? То есть вот те знания, которые раньше казались сложными, которые казались экзотикой, на сегодняшний день они являются вот таким вот базовым начальным уровнем. Это очень большие изменения. Соответственно, жизнь ускоряется в первую очередь из-за того, что население Земли растет. То есть, грубо говоря, думающих людей становится все время больше, больше, они все время что-то придумывают. Эти идеи заполоняют мир, тем более, что современные системы связи и коммуникации, они позволяют распространяться идеям очень быстро. Человечество меняется, и, соответственно, если вы используете старые технологии, то есть те технологии, которые описаны в книжках, вы всегда обречены. По той простой причине, что эти технологии уже реализованы. Есть такая одна очень серьезная проблема, к которой я хотел бы перейти, пожалуй, часть пропущу. Это вот эта вот самая селекция, то есть попробовать найти лучшее, попробовать выбрать лучшее. Сразу же хотел бы сказать, дело в том, что когда вы выбираете из чего-то, вы выбираете из того, что уже создано. Вы вряд ли сможете так просто создать что-то новое. Нет, вы всегда будете идти и повторять вот это старое. Соответственно, вот эта вот возможность выбирать, но, опять же, я не буду повторяться, Марат об этом говорил. Это проблема выбора, когда у вас очень широкий выбор, и вы мучаетесь, не знаете, что выбрать, что лучше, что хуже. Люди от этого мучаются. Естественно, что все эти проблемы, они связаны с человеком. То есть в природе не существует этих проблем. Это проблемы, исключительно придуманные человеком. Соответственно, если просто о них забыть, еще раз повторяю, они рассосутся сами. Как-то не парадоксально. И в самом деле очень много философий, которые учат тому, что, грубо говоря, не парься, и все будет хорошо. Это довольно популярная идея. Естественно, что когда вы становитесь лидером, у вас появляется ответственность. И этот груз ответственности тоже создает определенные кризисы. И на вас начинают влиять кризисы тех людей, кого вы научили, кого вы ведете за собой. Представляете себе, директор компании, у него плохое настроение, у него как бы даже не то, что плохое настроение, а ему надоело заниматься тем, чем занимается компания. А в компании работает, например, ну пусть даже 10 человек. И что этим десятерым делать? Непонятно. То есть появляется новый кризис, то, что человек, по сути, не может отступить назад. Проблема достаточно серьезная. И лидер так или иначе с этой проблемой сталкивается. Ну и естественно, что есть колоссальная проблема. Что, ну, как говорится, лучший враг хорошего, а по сути, это всегда проблема множества и бесконечности. Древняя философская проблема, насколько я помню, с древних греков ее обсуждают. Но это проблема то, что гармония всегда будет проблемой для абсолюта. То есть гармония, это означает, что у вас достаточно широкий набор, почти бесконечный, да. А абсолют, это вот все идеально. Вот идеально. Вот идеального на самом деле не бывает. Но все к нему стремятся. И вот это вот стремление, оно во многом двигает нас. Я взял фотографии из последних моих, это, кстати, да, это все из поездки этого года, которые мне показалось очень хорошо демонстрируют. Соответственно, фотография справа наглядно показывает, что вот вы растете, вы стали большим, как вот этот, я не помню, как сталактит или сталагнит, который из них снизу. Ну, не суть. Суть в том, что вот вы стали большим, но что дальше? Неужели вот та сосулька сверху чувствует себя хуже, чем вот этот огромный, как бы, нарост снизу? Да нет, конечно. Да нет, конечно. Все счастливы по-прежнему, и вот это не более, чем внешний вид. Соответственно, торговый мост во Флоренции тоже очень показательная вещь. Смотрите, казалось бы, мост, но он превратился в магазины, то есть, довольно интересно, ну, в Италии был такой период развития, скажем так, бурной коммерции, по сути, для того, чтобы, то есть, мост стоил дорого, для того, чтобы его окупать, вот шли на такие ходы. То есть, люди как-то всегда находили выход. Ну, и, наконец, ну, а куда деваться-то? Куда деваться? Вот всегда есть религия, есть очень много идей философских, которые позволяют людям чего-то, как бы, ну, проще понимать, на самом деле. В первую очередь, понимать, что происходит с самим человеком. И вот эта вот проблема нехочухи, вокруг которой я все это, собственно, говорю, откуда берутся все разочарования, кризисы и так далее, очень часто возникает проблема, что вы начинаете бояться будущего. То есть, с одной стороны, вы его хотите, но когда вы подступаете к нему ближе, вы начинаете понимать, что, сделав этот шаг, вам придется отказаться от прошлого. А ведь в прошлом было так хорошо, там уже все получилось. Ну, например, вам нужно переехать в другой город, потому что там есть перспективы развития, перспективы роста. Но вас всегда будет останавливать то, что, вот, слушайте, переезжая в другой город, у вас куча проблем сразу, да, а здесь все хорошо. Или, ну, достаточно простая там проблема для вот молодых людей, это рождение ребенка, да, вот, то есть, до ребенка у вас все хорошо, у вас все классно. Родился ребенок, все, ваша жизнь поменялась радикально, понимаете, ну, не бывает по-другому. Причем вот этот вот шаг, он всегда, он пугает. Он на самом деле людей пугает, если люди о нем начинают думать, конечно, о нем можно не думать и делать, и все будет тоже хорошо. Вот. Переход в будущее – это всегда потеря настоящего. Ну, это я сказал уже. И проблема и компаний, и коллективов, и людей – это так называемые окопы. Это те люди, которые считают, что как раз развиваться не очень надо, и вообще, в принципе, все хорошо. И вообще мы крутые специалисты, мы знаем все стандарты, все рекомендации и так далее. Мы будем делать все правильно, у нас все будет хорошо. Казалось бы, это классные специалисты в компаниях. Уверяю вас, это самые главные тормоза развития компаний. Потому что они всегда, когда предлагаешь новую идею, они пытаются ее не реализовывать. Почему? Потому что новая идея, она что-то меняет. Она меняет как бы ситуацию с, не знаю, с продажами продукта, она меняет ситуацию с работой конкретно этого человека. Приведу простой пример. Мы уже два года пытаемся развернуть бесплатный, свободный Wi-Fi по всему городу. Мы делаем это с переменным успехом. И встречаем при этом два огромных сопротивления. Одно сопротивление – это, пардон, наше государство принимающее, даже не то, что принимающее странные законы, а не понимающее даже, как реализовать законы, которые приняты. К сожалению, это очень здорово сдерживает развитие, в том числе, именно бесплатного интернета. Это требование законодательства. И вторая проблема, как ни парадоксали, наши собственные инженеры, которые считают, раз услуга бесплатная, зачем к ней относиться всерьез? Ее можно сломать в течение дня, можно поэкспериментировать. И приходится тратить массу усилий для того, чтобы до людей донести мысль. Вообще эта услуга – это имидж компании, это пиар. И здесь как раз очень важно, чтобы услуга была качественной, чтобы людям было удобно ей пользоваться. И вот добиться от инженера того, чтобы удобно стало пользователю – это непростая задача, уверяю вас. И у большинства компаний вот эта клиентоориентированность. И добиться того, чтобы инженеры компании говорили так, у меня пуговицы пришиты хорошо, к пуговицам претензии есть. А вот, к сожалению, это очень типично, не то что с Советского Союза, это как бы во все времена такая проблема была. Вот это вот те самые окопы, этих людей не надо бояться, это нормальный внутренний кризис компании, он всегда был, всегда будет. Им надо пользоваться. То есть, безусловно, эти люди ценны, как специалисты, они многое могут сделать, но очень страшно, если такие люди становятся директорами предприятий, не поменяв своего восприятия. Наверное, я не буду озвучивать в этом зале название компании, где это происходит очень часто, но это достаточно известная связная компания. Вот в ней эта проблема очень четко видна, когда технарь, оставшись технарем, жутким консерватором, становится руководителем компании. Ну и, в общем, к чему это приводит? Да, в общем, ни к чему хорошему компания особо и не развивается. Ну и, соответственно, да, человек, добившийся успеха, всегда имеет огромный соблазн стать консерватором. Ну, он же добился успеха, у него все хорошо, правильно? Зачем ему что-то еще? Ну и, безусловно, все-таки важно понимать, что нам очень повезло. Во-первых, повезло то, что мы живем в эпоху перемен, хотя ее сейчас называют периодом стабилизации, но я с этим не очень согласен, все-таки перемен вокруг нас очень много. То есть, если сравнить, ну, я не знаю, вот, у меня как-то так получилось, что у меня вот последние 20 лет моей более или менее активной деятельности, ну, наше государство меняется, если не каждый год, да, ну, там, раз в два года обязательно что-нибудь происходит такое, что очень сильно влияет на мою жизнь. Происходит государство, то есть это внешние кризисы, внешние воздействия, в принципе, это нормально. Безусловно, есть огромная проблема, это то, что мы живем в эпоху тотальной лжи, то есть ложь не считается грехом, ложь не осуждается в обществе, ложь, по сути, является нормой в общении людей, то есть это очень страшная вещь на самом деле. Она, эта мысль очень глубокая, очень длинная, наверное, я не буду ее углубляться, но хочу сказать вам одно. Попробуйте говорить правду, правду себе в первую очередь и правду окружающим людям. Попробуйте не говорить неправду, даже если очень хочется. Не так давно мы с товарищем ехали в поезде на конференцию, если не ошибаюсь, и немножечко выпив горячительных напитков, возникла мысль, тоже была у нас дискуссия как раз по поводу лжи и правды, и ради интереса мы просто пошли по вагону и спросили людей, кого мы встречали, спрашивали, вот как вы считаете, лгать как бы можно или нельзя? Вы знаете, большинство ответов было либо просто можно, либо можно, если этого блага. Если честно, я считаю, что можно, если этого блага, это то же самое, что просто можно всегда, потому что благо может быть для кого угодно. Как поется в одной песне, когда при мне говорят, все будет хорошо, я не знаю, что они имеют в виду. Кому будет хорошо? Тому, кто говорит? Наверное, ему будет хорошо. Не факт, что мне будет от этого хорошо. Поэтому вот это вот, это очень серьезная проблема, если, я не знаю, были ли в истории человечества периоды, когда ложь была не столь сильна, как сейчас, но сейчас она является вот обыденным бытовым явлением, это, на мой взгляд, очень плохо, это мешает людям жить. Люди начинают жить во лжи, люди начинают жить, пардон, там, в телевизоре или в виртуальном мире, а не в мире реальном. И это как раз, вот эта самая ложь позволяет человеку делать вид, что он развивается, оставаясь на одном и том же круге развития. Собственно говоря, это затуманивает взгляд, создает иллюзию счастья там, где его, в общем-то, нет. Ну, естественно, что нам очень повезло жить и не бояться всего вокруг, потому что вот этот вот страх окружающей среды, он тоже ведь очень сдерживает человека. Все-таки животные инстинкты, инстинкт самосохранения в человеке он всегда есть. Если вы находитесь в агрессивной среде, какое там развитие, вы всегда будете заниматься самообороной. Ну и, наконец, вообще нам повезло, что мы живем, да, потому что все-таки как-то, может быть, там есть загрубная жизнь, может, нет, мы не знаем, мы живем здесь, и делать надо сейчас и здесь. То есть проблем у нас много, но как бы мы, как сказать, мы не в тельняшках, тельняшки уже украли, но мы есть, и этим надо пользоваться. Одна небольшая смешная зарисовка про украли. Не так давно я был в Цурихе, мы гуляли по Цуриху, по центру Цуриха, отмечу, рядом с пешеходной улицей, случайно мы наткнулись на такую табличку. А в этом доме жил Ленин, и жил он там не иначе, как с февраля 1916 года по апрель 1917 года. Ну, что он там дальше делал после апреля 1917, мы дальше знаем. Но то, что он жил вот в центре, в самом центре Цуриха, а не где-то там, то есть очень тоже интересная история. Поэтому как-то не парадоксально, но революции бывают коммерческими. Ну, и, наконец, пчелы против меда, это тоже типичная проблема, типичный аспект нашей жизни, когда люди, я третий раз говорю то же самое, люди боятся перемен. И, в общем, это нормально. Но надо это просто четко понимать, что когда вы являетесь лидером, пытаетесь что-то внедрить, вы будете находить сопротивление не потому, что люди хотят вам зла, а потому, что они так устроены. Это нормально. И для того, чтобы продвигать свои идеи и двигаться дальше, вам нужно быть убедительными перед этими людьми. Естественно, ну, да, про инстинкты я уже сказал, про инженеров тоже сказал. Ну, и самое страшное, да, это компания, где инженеры победили людей. Такое тоже бывает. Мы такие компании встречаем, и, как правило, такой компании глубоко плевать на клиентов. Она говорит, так, к пуговицам претензии есть? Претензий нет, свободен. Таких компаний, как вы знаете, очень много. Ну, и, наконец, хотелось бы сказать, что все-таки вся ваша жизнь, она в ваших руках, вы все можете сделать. И поймите одну важную штуку. Все в этом мире сделано человеком. Ну, то есть, вот вы живете, вы все равно живете в мире людей. И этот мир людей, он создан людьми. И вы, в общем-то, можете его создавать каким угодно. Спасибо. Удачи вам. АПЛОДИСМЕНТЫ